Девушки отдыхают Сезон батутов открыт. Кто будет следить за безопасностью конструкций? Хватит поборничать. Хватит собирать с пенсионера эти крошки. На 5-7 тысяч больше горожане получили платежки с гигантскими суммами. Электричка для универсиады. Сколько стоит билет в электропоезде нового поколения? И начинаем со срочной новости. В Красноярске задержаны подозреваемые в подготовке теракта, который мог произойти в городском транспорте в майские праздники. Атаку планировали устроить, связанное с международным терроризмом уроженцы Средней Азии. Информация размещена на официальном сайте ведомства. Отмечу, что ранее в Московской области также были задержаны подозреваемые в подготовке к терактам. И к другим темам. Сезон батутов открыт. В городе уже заработало около 10 детских площадок. Наша съемочная группа сегодня проверила конструкции на прочность. Насколько безопасны детские развлечения в этом году, выясняла Виктория Столярова. Прыгать на батуте. Понравилось? Отказать в развлечениях дочери у Татьяны получается редко. Надувной батут – любимое развлечение пятилетней девочки. 10 минут прыжков обходятся матери в 100 рублей и потраченные нервы. Крепления аттракциона, хоть и вмонтированы в асфальт, но опасения все же вызывают. Я бы не сказала, что внушает, что там какие-то небольшие колышки забиты. Сегодня погода безветренная, вроде бы спокойная. Ну так, конечно, нет. Если учитывать размеры батута и какие маленькие колышки, на которых они держатся. Я так понимаю, что там даже не трос, а просто веревка. Два батута в Центральном парке заработали с 1 мая. В ближайшие дни здесь установят еще пару. Перед открытием аттракционы проверила специальная комиссия. Прочность резинового полотна и наличие крепежных элементов. Согласно ГОСТу, их должно быть не менее шести. Вот только соблюдение этих норм носит добровольный характер. Сейчас у нас здесь в Красноярске нет организации, которая занимается контролем. Парки сами добровольно проводят эти вещи все по поводу безопасности. Только в прошлом году произошло сразу два случая нарушения техники безопасности. В Железногорске и на правобережье Красноярска при порыве ветра надувные аттракционы перевернулись в то время, как на них играли дети. А вот тот самый батут, где и произошло ЧП. В апреле прошлого года шквалистый ветер перевернул надувное сооружение в то время, как там находились дети. Тогда специалисты установили, что он не был привязан. Но вот в этом году, видимо, бизнесмены стали более ответственными. По всему периметру находятся около 15 вот таких креплений. Ну вот привязано действительно крепко. Стоит надеяться, что в этом году этот батут выдержит непогоду. А этот надувной городок находится на предмостной площади. Билеты на аттракцион продают студенты. Они же слезят и за тем, чтобы дети на батуте не травмировались. Документ и техпаспорт на эксплуатацию аттракциона на руках у ребят не оказалось. Ничего такого не случалось. Ну вот случай был. Наверное, там ненадежно было прикреплено просто и все. Ну здесь, в общем, вы уверены? Да, здесь уверены. Все забетонировано, все прикреплено. Здесь на руках документов нет? Ну, с собой нет. А где это есть? Да я не знаю. В некоторых регионах власти утвердили положение, где прописаны правила установки батута. В Красноярске тоже собирались, но дальше разговоров дело не дошло. Безопасность ребенка ложится полностью на плечи родителей и бизнесменов. Виктория Столярова, Михаил Масленников. Афонтова новости. Несколько часов на жаре ребенок провел с запертым в машине. Вопиющий случай произошел в Железногорске. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Вот что пишут пользователи. В машине невероятная жара и ревет грудной ребенок. Машину пинали. Сигналка срабатывает. Конец цитаты. Очевидцы вызвали спасателей. И вот комментарии полицейских. Сотрудники полиции города по городу Железногорску устанавливают обстоятельства происшествия с малолетним ребенком, оставленным в закрытом автомобиле. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на парковке в одном из дворов города в Гятерной Аномарке находится маленький ребенок. Стражи порядка невынеблительно выехали по указанному адресу, но машина на месте происшествия не оказалась. В настоящее время стражи порядка устанавливают владельца автомобиля. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Напомню, это уже не первый случай. В прошлом году мать также оставила ребенка в 30-ти градусную жару в машине возле торгового комплекса «Атмосфера дома». Но тогда неравнодушные горожане выбили стекла и вызвали ребенка. Отмечу, подобное нарушение сейчас попадает под статью «Неисполнение родителями обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», который предусматривает ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей. Но уже сейчас в Госдуме предлагают назначать родителям, бросающих детей в машины, в машине крупный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Но пока это всего лишь предложение. Хоккеист Сергей Ломанов-младший покидает «Енисея». Он намерен перейти в команду «Венерсборг» шведской лиги. Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Сергей Ломанов-старший на официальном сайте клуба. Отмечу, это не первый красноярский хоккеист, перешедший в шведскую лигу. Недавно за иностранный клуб стал играть Алан Джусоев. Болезненный перерасчет. Наши телезрители сообщили, суммы в апрельских платежках за квартиру стали существенно выше, чем за предыдущие месяцы. В графе перерасчет за отопление по 3-5 тысяч рублей и больше. Наш корреспондент Виталий Поляков сегодня разбирался в этой теме, он сейчас у нас в студии. Виталий, здравствуй. Скажи, что говорят люди? Люди, если честно, ругаются. Потому что, действительно, понять их можно. Обычно они платят в месяц за квартиру 2 тысячи рублей, а некоторым теперь счет за апрель пришел 10 тысяч. Естественно, в графе переплатить им надо 7 тысяч рублей. Были мы сегодня на улице энергетиков, там собрались люди, довольно много их было, до 50 человек собрались. Они как раз вот эту ситуацию рассказывали. Ну, понятно, что поселок энергетиков это не какой-нибудь Голливуд, там не миллионеры живут. Там живут люди, мягко говоря, со скромными достатками. И для них вот эти 7 тысяч это действительно огромная сумма. Ну, действительно, произошел перерасчет. Сегодня мы посмотрели расчетки. То есть, обычно мы в текущем году платим по, если грубо говоря, по тарифам прошлого года. И здесь они фактически вот за первые месяцы фактически 16-го года они пересчитали. Ну, жители, конечно, недовольны. Такие суммы. Давайте послушаем, что они говорят. Нам устроили не комфортную жизнь, а рабскую жизнь. И я вот хочу обратиться к нашему уважаемому мэру и губернатору. Примите меры. Хватит поборничать, хватит собирать с пенсионера эти крошки. Они и так сводят еле-еле концы с концами. А как объясняют этот перерасчет в жилфонде? Чем они объясняют такие суммы? Ну да, вот еще хотел сказать, что ситуация не только на энергетиков такая. Звонки мы из разных районов. Из Советского, из Октябрьского и других районов мы получаем. Но сегодня мы конкретно про энергетиков говорили. Комфорт Битсервис, это компания банкротов, которая вот уже практически год она в состоянии банкротства. Там очень интересно нам сказали. Там сказали, что фактически вот эта зима 16-го года, она была суровее, чем зима 15-го года. Пришлось энергетикам больше жечь, больше затрат. И вот эта фактическая стоимость такая и вышла. Но интересно, что именно по этим домам, по энергетикам, что они всю зиму-то жаловались как раз, что у нас слишком горячие батареи. У нас слишком, мы там зафиксированы даже случаи термического отжога от батареи. То есть они постоянно жалуются, что температура горячей воды ненормативная. То есть она должна быть до 85 градусов. А фактически подтверждено, что было больше. То есть они жаловались на вот такое переотопление, и фактически все равно же им выставили счет за вот это переотопление. Но давайте послушаем, что говорит представитель управляющей компании. Они могут обратиться в управляющую компанию. Показания приборов учета все есть. Они разбиты не только по каждый месяц. То есть мы же снимаем ежемесячно. Но вот этот компьютер, он позволяет, то есть каждый день посмотреть, какая была температура наружного воздуха, то есть сравнить, и сколько гикокалорий они потребляли конкретно на свой дом. Проблему каждого многоквартирного дома по перерасчету можно вычислить, исходя из тех показаний, которые есть на общедомовом приборе учета. Этот прибор учета поверен, он показывает какую-то адекватную картину. Уполномочены его посмотреть представители управляющей компании, представители службы строительного надзора. Если у собственников есть сомнения, обращаются в стройнадзор, получают какой-то квалифицированный ответ. Ну вот как мы видим, уже общественники подключались к этой ситуации, потому что действительно по городу много жалоб, и вот они, я так понимаю, надеюсь, помогут людям. Ну я сама снимала не раз подобные ситуации. А вообще можно вот этот перерасчет как-то отменить? Ну перерасчет вообще законом он предусмотрен, да. Вроде как там все логично, действительно, если там больше суровая зима была, конечно, больше жгут, и им надо как-то возместить эти затраты. Но вот как раз общественник Роман Казаков, он нам рассказывал, что действительно люди по прошлым годам жаловались на такие перерасчеты. Перерасчеты действительно отменяли, потому что, как считают, вот это довольно спорная там формула, подходы. Общественник Роман Казаков нам советует обращаться в стройнадзор, да, можно обращаться еще в прокуратуру. Но люди вот с энергетиками нам сегодня как раз и говорили, что обращались они в стройнадзор, и в прокуратуру обращались, и вот и к мэру, и к губернатору призывают. И пока вот, пока не могут ничего сделать. Люди есть, которые в декабре уже начали вот эту всю тяжбу, да, и пока своего не добились. Сейчас они хотят обратиться к уполномоченному президенту по Сибирскому федеральному округу. Может, дело сдвинется. Ну, как мне известно, можно сделать независимую экспертизу приборов учета, которые стоят в подвалах домов, и тогда доказать, что там температура была либо больше, либо меньше, и все эти данные передать в жилфонд, и доказать, что, собственно, перерасчет был незаконным. Ну, посмотрим, чем история закончится. Тебе, Виталий, спасибо, и мы продолжаем наш выпуск. Спасибо. Специальный велосипед для Саши Каражакова завтра привезут в Емеляново. Мальчик с ДЦП снова сможет кататься на нем и тренировать мышцы. Велосипед для Саши сделали по заказу в Новосибирске. Деньги на новый тренажер для школьников взамен украденного собрали телезрители Афонтово. Доставку велосипеда взяла на себя международная транспортная компания «Энергия». Напомню, в начале апреля телекомпания Афонтово рассказывала про 9-летнего Сашу Каражакова, у которого украли велосипед. Это был специальный тренажер для реабилитации детей с ДЦП. Саша этот велосипед очень любил. 70 тысяч рублей на покупку нового семье пришлось бы долго копить. Мальчика воспитывает мама и бабушка, поэтому горожане решили помочь Саше и собрали нужную сумму. Участникам Великой Отечественной войны вручили краевые награды. Сегодня в филармонии прошло торжественное собрание, посвященное 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Губернатор поздравил ветеранов и тружеников тыла. Подробности в сюжете далее. А победа – это было что-то необыкновенное. Труженица тыла Лея Владимировна с радостью вспоминает весну 1945 года. Когда начиналась война, ей было всего 9 лет и жила она в Москве. Даже сегодня очень хорошо помнят, как в городе объявили военное положение. Прятались люди от бомбежки в подвалах или в метро, вспоминает Лея Владимировна. Но помогали фронтовикам они как могли. Ездили в Подмосковье на поля, копали картошку, другие овощи, шили одежду и отправляли солдатам. К тому же не забывали оберегать город и его жителей. А мы, когда уже начали падать зажигательные бомбы, мы вместе со взрослыми лазили на крыше. Были такие щипцы, тут мешки с песком. И ловили эти бомбы, сразу обезвреживали их. Вот так мы помогали. В Большом концертном зале сегодня прошло торжественное собрание в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие собрались участники военных действий со всего края. Сначала почти лиминутой памяти всех тех, кто не вернулся с поля боя. Мы гордимся тем, какой вклад в эту победу внесли наши земляки-красноярцы. По масштабам мобилизации людских ресурсов, Красноярский край в годы Великой Отечественной войны был первым в Сибирском военном округе. Почти 500 тысяч красноярцев ушли на фронт. Многие отказывались от брони. Участников встречи с наступающим днем победы поздравил и председатель законодательного собрания края Александр Ус. Они вместе с губернатором вручили ветеранам награды за патриотическую воспитательную работу среди молодежи. Мы действительно уже много лет работаем на воспитании молодежи и видим результаты этого воспитания. С каждым годом все больше и больше молодежи приветствуют наших победителей. Дни победы в патриотическом сознании растет. Мероприятие закончилось театрализованным концертом в честь праздника Великой Победы. Арпинатор Михаил Ткачук, Афонтова, Новости. Небольшой сквер у медуниверситета превратился в парковку. Сотрудники и студенты вуза оставляют машины прямо на газонах. Зеленая зона сокращается. По закону это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф. До 500 рублей с водителем. Руководство университета считает, что сквер – это собственность мэрии. И решать эту проблему должны власти. За нарушение своих студентов вуз отвечать не хочет. При этом на территории учебного заведения есть платная парковка, которую студенты пользуются неохотно. Комментарии мэрии о судьбе сквера мы намерены получить позднее. К предстоящей универсиаде Красноярская железная дорога приобрела новую современную электричку. Кондиционер в каждом вагоне, система микроклимата и кресло почти как в самолете. Подобные электропоезда прежде ходили только в Казани. Их закупали специально перед студенческими играми. Наш корреспондент стал одним из первых пассажиров нового электропоезда. Вот она, новая электричка. Это первый состав на Красноярской железной дороге, который по техническим характеристикам соответствует мировым стандартам скоростного наземного метро. Производят такие вагоны на Демиховском заводе в Московской области. Электропоезд может разогнаться до 130 км в час. При этом в вагонах очень тихо, как в машине. Современные удобные сидения, микропроцессорное управление двигателем позволяют обеспечить плавный ход и остановки поезда. Салон оборудован автоматической системой микроклимата. Воздух в салоне даже обеззараживают. А за пассажирами следят камеры видеонаблюдения. Весь этот комфорт никак не отразится на стоимости проезда. Проехать в ней можно по единому городскому тарифу 19 рублей. Нет переходных дверей. Устройство выполнено герметически. Нет сквозняков. Другие автосцепные устройства применены, которые исключают реакции, толчки. Двери, вы обратили внимание, прислоны раздвижного типа. Прислоны раздвижного типа впервые применены. До этого применялись они у нас в центре, на Аэроэкспрессах. И вот эта копия этих дверей, значит, применена на данном типе электропоезда. В вагонах созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями. Погрузиться в поезд помогут специальные подъемники. На колясках может быть без затруднений передвигаться по просторным тамбурам, а также предусмотрены крепления для колясок и большой просторный санузел с поручнями, который не сравнить с тесными коморками, которые обычно расположены в поездах. А сейчас мы заходим в сердце поезда. Это кабина управления. Именно отсюда производится управление составом. Что здесь есть? Здесь есть контроллер, который управляет скоростью передвижения поезда, панель управления, основные табло. По сравнению с обычными электричками, скажу, что тут больше всего, конечно, мне нравится, что она очень плавно трогается с места. Ей разгон такой плавный, наверное, еще лучше, чем в пассажирском поезде. То есть там в пассажирском же люди спят и лежат там плавно, а тут тоже можно чай поставить, и вода не расплеснется. Новая электричка обошлась Красноярской железной дороге в 182 миллиона рублей. Состав будет перевозить пассажиров по городскому кольцу от ЖД вокзала до станции Бугачий, Красноярск-Северный, по правому берегу до станции Базаеха и до Девногорска. В ближайшие месяцы еще три таких электропоезда поставят на рельсы Красноярской железной дороги. Мы надеемся, что как один из главных акционеров Красноярский край тоже, думаю, примет такую программу, обновить электропоезда к универсиаде 2019 года. Мы должны наших жителей края и города порадовать вот такими комфортными поездами. И, учитывая то, что у нас в городе и крае активно развивается направление городская электричка, эти электропоезда будут как раз вот в этом проекте участвовать. Антон Шемчук, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости. Два дня до победы, фронтовые истории и график праздничных мероприятий через пару минут. Уважаемые красноярцы, поздравляю вас с 71-й годовщиной великого праздника, великой победы, великого народа, великой отечественной войне. Мирного неба над головой. Живите долго. Будьте счастливы. Ситуация в стране ухудшается. Правительство предлагает только одно. Сокращать пенсии, зарплаты, вложения в образование, производство и здравоохранение. Но есть другой путь. Борись за лучшее с КПРФ. КПРФ Фоберлик. Лето начинается с нового платья. Яркое. Модное. Для тебя. Земельные участки ИЖС в микрорайоне Добродом. Идеальное место в 10 минутах от города. Успейте купить лучший участок. Телефон отдела продаж 282-22-32. На что в России есть деньги? На детей войны, переживших самое большое уже столетие, нет денег. На новые яхты для бизнесменов есть деньги. Хватит наживаться на нас. Альтернатива есть. КПРФ Это новости Афонтова и мы продолжаем. В Красноярске больше сотни заброшенных захоронений. Сегодня волонтеры приводили в порядок безымянные могилы солдат. Тему продолжит Ирина Денисенко. Ирина Грекова не была на кладбище с подросткового возраста. Сегодня пришла сюда сделать доброе дело. Сейчас женщина красит оградку могилы, в которой покоится один из строителей города. Сезон Телегин своими руками строил исторический квартал Красноярска. Ирина очень удивилась тому, что за могилами известных горожан никто не ухаживает. Это касается мест захоронений, например, декабристов. Поскольку так же много заброшенного, поскольку так же много не ухаживается, то, наверное, это какие-то должны быть группы города, которые взяли бы на себя, ну, сегодня модно слово, проект. То есть некий проект такой, и этим бы проектом занимались постоянно. Тройскому кладбищу больше ста лет. Первые захоронения датируются 19 веком. Потомков этих людей не осталось. Рината Брачун водит экскурсии на погосты и рассказывает о знаменитых усопших. Женщина признается, иногда бывает стыдно за то, что могилы в таком ужасном состоянии. Здесь целые братские захоронения, вот этих людей, которые погибли в госпиталях. Есть большая территория, которая была отведена тоже для ветеранов войны, которые уже в мирное время после победы погибали от ран, либо умирали уже от старости. То есть это кладбище, еще и мемориал вот такой славы именно Великой Отечественной войны. Всего на субботник пришли несколько десятков красноярцев. В преддверии 9 мая в первую очередь убрали могилы фронтовиков. Но организаторы надеются, что наводить порядок на кладбищах станет традицией. И проходить такие мероприятия будут чаще. Все-таки нужно помнить, знать и чтить память. Ирина Денисенко, Сергей Кашин, Афонтова, новости. Празднование Дня Победы в Красноярске начнется в 9.15 утра. А пропускать людей на площадь революции начнут примерно за час. Сначала красноярцам расскажут о воевавших земляках. В 10 утра начнется парад. В первые 20 минут горожан займут театрализованным представлением. Организаторы обещают грандиозное шоу. Задействовано полтысячи человек. Сразу же после этого двинутся колонны. Это 40 единиц военной техники и около 1800 участников шествия. Самая зрелищная часть парада начнется в 11 утра. Две минуты в небе над Красноярском будут летать два истребителя МиГ-31 и четыре вертолета Ми-8. Далее колонны пройдут по проспекту Мира и улице Игазская до Площади Победы уже без техники. Там состоится праздничный митинг. Примерно в это же время заработает площадка на театральной площади. На сцене будут выступать творческие коллективы. Традиционно площадки будут работать на арт-набережной и на проспекте Мира возле Педуниверситета. В три часа дня пройдет колонна Бессмертного полка. Красноярцы с портретами фронтовиков двинутся по проспекту Мира от улицы Декабристов до площади перед БКЗ. Мероприятия в центре города будут продолжаться до самого фейерверка. Праздничный салют начнется в 22.45. Организаторы обещают, его будет видно со всех точек города. Опубликованный график перекрытия дорог на 9 мая. Итак, с 7 утра до полудня будут закрыты улицы по маршруту следования праздничной колонны. Это Карла Маркса, диктатуры пролетариата. Затем проспект Мира, Сурикова, Игарская и Шахтеров до Мемориала Победы. Проезд по улицам Винбаума, Перенцона, Кирова, Дзержинского, Горького, Декабристов на участке от Ленина до Маркса будет перекрываться за 15 минут до начала прохождения колонны. Также движение на проспекте Мира от площади до Грабиспера будет ограничено с 6 утра до половины пятого вечера. Отмечу, в центральном районе перекроют улицы Баграда и Дубровинского. Движение будет ограничено почти во всех районах города на время празднования Дня Победы. И 9 мая смотрите на нашем канале Победный телемарафон. С 10 утра и до часу дня прямые включения из центра города потомки-победители расскажут о своих фронтовиках. Трансляция Парада Победы, а также истории тех, кто своими глазами видел войну. Не пропустите 9 мая Победный телемарафон на Афонтово. И к другим темам. Воспитанники детских домов состязались сегодня в футбольном турнире. Его организовала детская футбольная академия «Форвард». Она собрала в Сосновоборске 6 команд со всего края. Турнир прошел в спортивном комплексе «Надежда», что недавно построили в Сосновоборске. Дмитрий Пименов продолжит тему. Мечи у ворота летят один за одним. На маленьком футбольном поле идет большая игра. Шесть команд из шести детских домов края выясняют, кто сильнее. Кто-то приехал из соседнего Ясаулова, кто-то из Минусинска. Сергею пришлось сегодня встать ранним утром и проделать путь почти в 300 километров из Большого Улуя в Сосновоборск. В его детдоме футбольная команда существует давно. И подобный турнир для него не первый. Мы часто выезжаем на футбол, нас приглашают, мы выезжаем, на песке мы играем или на Большой Зеленом поле. Турнир организовала детская футбольная академия «Форвард». Эта спортивная школа тренирует ребят в Красноярских окрестностях и периодически устраивает благотворительные турниры для воспитанников краевых детских домов. Этот турнир приурочили к предстоящему празднику победы. Сегодня мы здесь соперничают. В честь 9 мая проводим такой благотворительный турнир именно в честь дня нашей победы. Чтобы, ну, просто физическая подготовка, она важна для ребят в таком возрасте. Именно прививать любовь к спорту с раннего возраста, тем мы и занимаемся. Провести эту встречу помогли депутаты Сосновоборского горсовета и законодательного собрания края. Они помогли с помещением и призами. Артем Черных сам в детстве любил играть в футбол, теперь решил поддержать в аналогичном увлечении ребят. Сегодня мы очень часто говорим о развитии профессионального спорта и поддержке профессиональных спортсменов. Мы забываем о том, что профессиональные спортсмены, они просто так не появляются. Конечно, мы можем тратить миллионы на легионеров, но я считаю, что это неправильно. Нужно рождать своих спортсменов, своих знаменитостей. И в этом смысле не поддерживая массовый детский спорт, это сделать невозможно. Сегодня сильнейшими стали ребята из Ясауловского детского дома. Они увезут с собой честно завоеванный трофей, игровую приставку. И это лишь малая толика призов. Никто из участников этого турнира не остался без подарка. На футбольном поле эти ребята встретятся еще не один раз. Дмитрий Пименов, Эдуард Баглай, Афонтова новости. На этом все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14. А также оставляйте свои комментарии к нашим сюжетам на сайте afontova.ru. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. В эти выходные в Красноярске по прогнозам синоптиков будет облачно, пройдет небольшой дождь. В субботу 7 мая температура ночью плюс 6 градусов. Днем столбики термометров остановятся на отметке плюс 14. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. В воскресенье 8 мая температура воздуха ночью плюс 3 днем. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ситуация в стране ухудшается. Правительство предлагает только одно. Сокращать пенсии, зарплаты, вложения в образование, производство и здравоохранение. Но есть другой путь. Борись за лучшее с КПРФ. КПРФ Фаберлик Лето начинается с нового платья. Яркое. Модное. Для тебя. Выбери летнее платье в каталоге Фаберлик от 999 рублей. На что в России есть деньги? На детей войны, переживших самое большое уже столетие, нет денег. На новые яхты для бизнесменов есть деньги. Хватит наживаться на нас. Альтернатива есть КПРФ. Вторая мировая война коснулась каждой семьи в нашей большой стране. Мне бы хотелось рассказать о своем дедушке. Кучерек Сергей Михайлович родился в 1918 году. Ушел служить в армию в 1939. С первых дней войны защищал Москву. В Белоруссии попал в окружение, был в плену, бежал, вышел к своим. Дошел до Берлина. Домой вернулся в 1946 году. В Берлине познакомился с часовых дел мастером. И тот научил его своему искусству. И, как вспоминают родственники, у дедушки были золотые руки. Конечно, после войны, от того, что он был в плену, его вызывали и допрашивали. А когда подняли всю историю, сказали, что не пытать надо, а награждать. Были награды, медаль за отвагу и другие. К сожалению, я дедушку знаю только по рассказам бабушки, мамы и ее сестер. Он умер за несколько дней до моего дня рождения.